Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня хочу познакомить вас с очень классным рецептом настойки. Называется колгановка. В советские времена колгановка выпускалась промышленным способом. Она продавалась в бутылках с этикеткой. Одну из этикеток вы могли видеть на заставке этого видео. Выпускалась она крепостью 30 градусов. Но Советский Союз канул в лету. К сожалению или к счастью, не будем вдаваться в подробности, но колгановка теперь не выпускается. Но мы ее можем приготовить сами. Колгановка это настойка на корне колгана или прямолистой лобчатки. Растет это растение в Украине в районе Карпатских гор, в Российской Федерации, растет в районе Уральских гор и в Сибири. Купить сам корень колгана, я думаю, что в России без проблем, в Украине можно на OLX и можно на одном из сайтов, ссылку на который, там где я сам покупаю, я размещу в описании этого видео. Сам корень колгана обладает, прошу прощения, рядом лекарственных свойств. В том числе противовоспалительным свойствам и по неподтвержденным таким источникам из интернета даже повышает мужскую потенцию. Поэтому, если у вас есть желание совместить несовместимое и одновременно бухать и повышать потенцию, то, пожалуйста, корень колгана. Вот такой вот волшебный препарат. Не путайте с женьшенем. Кстати, этот корень, он из отряда имбирных растений, но совершенно не имбирь. На самом деле, нам для трехлитровой банки понадобится 30 грамм корня колгана. Стоит это порядка 30 грамм, но если 100 грамм стоит 30 гривен, это, грубо говоря, 1 евро, 0,3 евро. То есть стоимость его копеечная. Также нам понадобятся зернышки кофе и немножко меда. Но мед и кофе это по желанию, это опционально. То есть классическая колгановка, классическая настойка на корне колгана, она делается именно на корне. Но для того, чтобы смягчить вкус напитка и придать ему неповторимые нотки, мы как раз добавляем зерна кофе и мед. Значит, что касается самого напитка. Настойку колгана можно делать на обычной магазинной водке, можно делать на самогоне. Я делаю на самогоне, в двух словах расскажу, как я его готовлю. Инвертирую сахар, то есть сахар с помощью лимонной кислоты, инвертирую в сахарный сироп, для того, чтобы дрожжам было легче справляться с этим. Использую новозеландские дрожжи Steel Spirits. Сбраживаю инвертированный сахар из расчета 7 килограмм сахара на 25 литров воды. То есть из 7 килограмм сахара готовлю инвертированный сироп. Всего у меня получается 25 литров браги. Туда пачечку новозеландских дрожжей. Очень качественная, очень высокая толерантность к алкоголю. Вот рекомендую эти дрожжи, реально очень классные. Получается у меня в результате из этого дела 2 трехлитровые банки 45-градусного напитка. То есть перегонку можно делать по вашему усмотрению. Можно делать просто на самогонном аппарате двойную перегонку. Первую выгонять насухо. Во второй перегонке отбирать головы тщательно. Отбирать тело, то есть пищевую фракцию. После этого отбирать хвосты, то есть сивуху. Я делаю на ректификационной колонне в один перегон. Получаю спирт-сирец спиртозностью где-то 80-85%. Разбавляю его водой и получаю вот такой вот самогон. Мне так нравится. Ну вот, я так делаю. Каждый может делать самогон, так как ему, так сказать, заблагорассудится. В результате, друзья, через 2 недели мы получим вот такой вот прекрасный напиток. Такого ярко-янтарного цвета с очень насыщенным, крутым ароматом. Итак, в первую очередь давайте разберемся, что мы делаем. Берем 30 грамм корня колгана. Отправляем его в баночку с нашим самогоном. Сюда же семечки кофе. Сюда же 3 чайные ложки меда. То есть я беру 30 грамм колгана. Где-то 15-20 семечек кофе, зернышек кофе. И 3 чайные ложки меда. Закрываю все это крышечкой и оставляю на 2 недели настаиваться. Что интересно, сам корень колгана можно использовать несколько раз. То есть через 2 недели напиток можно слить, по новой добавить меда в этот же корень с кофе и добавить новый напиток. Но он настаиваться будет уже не 3, а 4 недели. И получится такой же прекрасный напиток. Вот примерно вот такой вот. Очень замечательно. Он такого коньячного цвета. Имеет очень яркий специфический аромат. Я даже не знаю, как его описать. Он реально классный, но не знаю, как описать. Не коньячный запах. Вообще алкоголем не пахнет. Немножко пахнет узварчиком. Но такой очень интересный, вам очень понравится. На вкус... На вкус получается отличная настойка. Но это водочная настойка, она не сладкая. То есть, ну, нельзя ее, конечно, с какими-то напитками, приготовленными по классическим рецептам, сравнивать. Но вкус очень яркий. Вы один раз попробуете и будете делать это... Ну, если вы любите, конечно, любите настойки, любите спиртные напитки, будете делать эту настойку регулярно. Поверьте мне. Ну, вот, мне нравится. Я один раз попробовал и действительно теперь ее делаю регулярно. Причем нравится всем моим друзьям. Все с нетерпением ждут, когда я сделаю колгановку. Вот, дождались. Две трехлитровые банки колгановки сделаны. И скоро она зайдется по друзьям, потому что уже очередь за ней стоит. Угости, 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 угости. Ну, вот, собственно говоря, такой рецепт. Ну, что еще добавить про этот рецепт? Да, наверное, ничего. Наверное, это все. Пробуйте, друзья. Ссылку на корень колгана в Украине я оставил в описании. Ну, если кого-то интересует ссылка на покупку дрожжей SteelSpirits, напишите в описании. Я вам тоже ссылку по Украине сброшу. Пачечка дрожжей стоит 130 гривен. То есть, где-то получается 5 евро. Ну, дрожжи действительно очень качественные. Конечно, можно делать и на обычных дрожжах. На привычных вам. Ну, вот такой вот получается напиток, который, как я говорил, раньше производился промышленным методом. А сейчас мы можем насладиться им только изготовив его кустарным методом. Ваше здоровье, друзья! Подписывайтесь на наш канал. Если видео было вам полезным, ставьте пальцы вверх. А мы с Ларисой будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока!